Жители микрорайона «Спиртзавод» стали подходить к территориальному отделу задолго до назначенной встречи с главой администрации. У каждого свои проблемы. Валентина Казанцева, мама троих детей, до сих пор не получила компенсацию за частичную трату имущества. Николай Нонко тут же связывается с органами соцзащиты. Выясняется, что женщина не написала заявление на получение выплаты. Большинство пострадавших от наводнения интересует один вопрос – когда они получат положенные им деньги? Точно ответить на этот вопрос я не могу. Если вы точно знаете, если вы уже узнавали, что в списках вы есть, списки по составу семьи, все правильно, никто не выпал, никто не потерялся, то те, кому положено по 50 тысяч, вот по этим мы сейчас можем там уточнить. Потому что деньги просто на выдачу 50 тысяч еще есть какая-то сумма. И мне нужно просто тогда будет уточнить, я вам скажу, вы попадаете сейчас и вам в ближайший день ждать деньги, либо там придется следующего транша ждать. В списке граждан на получение федеральной компенсации по 100 и 10 тысяч также сформированы, проверены краевыми властями и отправлены в правительство России. Остается только ждать. Мы знаем, что люди, которые прописаны, но не проживают, к подтоплению никакого отношения не имеют. Они уже получили. Вот дом. Она не живет с октября месяца во второй половине. Она получила 200 тысяч за какие-то такие заслуги. А мы сидим в воде, нас по-новому топит, у нас под полом вода. То есть начнутся дожди, она пойдет в дом. У меня у мужа ишемическая болезнь в сердце, у меня в легком воздух. Я работаю на вредном предприятии. То есть мы даже до этих денег не доживем, наверное. В постановлении правительства четко прописано, что право на получение компенсации за утрату имущества имеют граждане, зарегистрированные на жилой площади, либо подтвердившие свое проживание в потопленном доме по суду. Никаких разделений по симпатиям или антипатиям администрация города при выплате не делает. Еще в последнее время стало популярно общение с президентом. По слухам, в микрорайоне спиртзавода предприимчивые граждане собирают жителей по 100 рублей, чтобы отправить жалобу первому лицу страны. Хотя это можно сделать абсолютно бесплатно. У нас работает электронная приемная президента Российской Федерации. Если вы хотите, она закрытая, там доступ, там уже с паспортом, не просто так подойти туда. Специалист на рабочем месте. Можете подойти. Значит, мы откроем вам приемную, с паспортом подходите. В системе онлайн все это работает. Никаких денег платить не надо. Вы направляете письмо, получаете ответ. Весь механизм прохождения писем я вам покажу. Задавали и вопросы о жилищных сертификатах. Пока в Бийске сформирован пакет документов на 168 домовладений. Он отправлен в край. Там заявления еще раз перепроверят. И для вынесения решения о предоставлении сертификата передадут в правительство. Каждый день в 14 часов в территориальном отделе ведут прием начальники управления администрации. Здесь можно задать любой интересующий вопрос. Ирина Попова, Сергей Кузнецов. Новости ОТН.